Приветствую вас. Вы знаете, вот в нашей науке, в нашем кругу принято говорить о том, что измена это сильнейшая психотравма, которая, в общем-то, очень сильно влияет на человека, который очень сильно бьет по психике человека, бьет по его самооценке, по восприятию себя, ну, соответственно, по доверию между партнерами, да, по представлениям о себе, о себе самом, да, то есть кто я, какой я, да, вот. И то, что вы говорите, что простили и, значит, решили дать ему шанс, в принципе, это здорово, это здорово. Что вы простили, что вы решили дать ему шанс, а вряд ли, вряд ли кто-то не согласится с тем, что вы поступили достаточно сильно, мудро, ну, вот вам это уже сказали, вот, сознательно и так далее. Но, знаете, в чём дело? Дело в том, что прощение, как таковое прощение, не имеет никакого смысла практического в плане отношений. Если вы не поняли, что произошло, если вы не поняли, почему мужчина так себя повёл, если вы не поняли, из-за чего это произошло, чего ему не хватает и так далее. Да? И, исходя из этого, исходя из этого, к вопросу о том, что вы делаете не так и как себя вести дальше, у меня к вам несколько встречных вопросов. Вопрос первый. Когда произошла измена? Как вы об этом узнали? Когда произошла измена? Вопрос второй. И когда вы об этом узнали? Как отреагировал на это мужчина? Как он себя вёл? Что делал? Просил ли прощения? Там и так далее. Далее. Вы в браке, значит, 6 лет, но до этого 10 лет встречались. Почему так долго? То есть, что мешало, не давало раньше создать семью, например, раньше пожениться, раньше завести ребёнка, например. То есть, понимаете, за 10 лет, если предположить, что вам сейчас, ну, например, не больше 40, я предполагаю, потому что дочери 4 года, вот, ну, ведь вам не больше 40 лет, вам было 24, когда вы встретились с твоим мужчиной, и понятно, что вы были молодой, понятно, что вы были неопытной, понятно, что вы были неосознающей себя, да, до конца, в полной мере. Ваши идеалы, ваши взгляды, ваши ценности, они только формировались, вот, и хотели вы, наверное, ну, того, что вы хотели, вы либо добились, либо поняли, что не получится этого достичь. Ну, то есть, понятно, да, вот, что есть какие-то моменты, вот, то есть, вы формировались как личность. То есть, мужчина, соответственно, тоже. То есть, да, за 10 лет, минимум, за 10 лет, правда, вот, вы не написали, когда произошла измена. Ну, давайте, за 10 лет. Произошло много довольно изменений вас, вашему мужчине, в его акцентах, в его интересах, в его желаниях, в его предпочтениях, и так далее, и так далее, и так далее, вот, и вполне вероятно, что где-то вы перестали друг друга понимать, где-то вы начали отдаляться, и этот процесс, он произошел не сегодня, не вчера, и не даже, наверное, год назад. Потому что к измене мужчина, ну, и любой человек приходит постепенно, то есть, это не спонтарное какое-то решение, да, ну, у зрелых людей. и, ну, и нам понять, во-первых, в какой момент вы начали отдаляться, как, вот, вы пишете, что вы не счастливы, что вы, ага, да, вам не хватает внимания своего мужа, да, и так далее, а, в принципе, в принципе, вы правы, принцип, что так говорите. И, наверное, в некотором смысле слова было бы странно, если бы вы своему мужу после измены вам пытались угодить. Но, правда, так же и в том, что, ам, если вы решили его простить, действительно решили его простить, то есть принять его, ну, его позицию, да, его точку зрения, его, как бы, ошибку, можно так сказать, то, соответственно, надо бы понять, и почему так. И постараться мужчине как-то, ну, дать то, что ему нужно. Постараться мужчине как-то позволить получать от вас то, что он хочет. Понимаете? Вот. А вы этого явно не делаете. То есть у вас не получается, не говоря, что вы этого не делаете специально. У вас не получается, вы не можете. Вот. и тогда уже как бы можно говорить о том, да, что вот, ну, что между вами нет доверия. Почему между вами нет доверия? Потому что мужчина, он уверен, что вы его, например, ну, не поймете в каких-то моментах, да, мужчина уверен, что вы, ну, его просто-напросто как бы не проникнетесь к нему, да, к нему вниманием. Вот. И это на самом деле очень важно. Важно понять, почему он так думает, почему он так считает и, собственно, что за этим стоит. И поскольку мужчина уже ну, сейчас вот на данный момент вам не доверяет, да, сейчас на данный момент между вами нет доверия, то я думаю, что нужно анализировать чего ему не хватает и корректировать свое поведение, чтобы он, значит, ну, начал получать то, что ему нужно. А другой главный момент, на мой взгляд, заключается в том, что если, опять же, вы его простили, да, если вы его простили, действительно, то, смотрите, какая штука получается, вы его простили, потому что хотели простить сами, то есть, вот, я его люблю, как вы говорите, да, я его люблю, и так далее, и я в нем нуждаюсь, нуждаюсь, например, или вы его простили, потому что он заявил о себе так, что вот ты меня прости, да, я там понял, осознал, что-то исправлюсь, там, и так далее. Если простить мужчину было ваше собственное желание, ваша собственная инициатива, а он в этом как бы не участвовал, ну, я полагаю, что в данном случае как бы вам следует немножечко изменить свое поведение, да, вам следует в данном случае немножечко иначе себя вести, то есть вопрос измен не затрагивать, не понимать, да, вот, а просто разбираться с отношениями, АДЖФА чаще говорить о себе, то есть, вот, мне не глотает, как ты будешь решать эту проблему, то есть, ну, вы же имеете право, да, получать, то, что вам нужно, вы же имеете право, да, хотеть чего-то, вы же имеете право, поэтому, значит, вот, с одной стороны, это, не давать, не давать, что вы можете дать мужчине, чего ему не хватает, от, ага, ну, от вас, чего ему не хватает, значит, для того, чтобы почувствовать себя таковым с вами, а с другой стороны, нужно, вот, определить свою модель поведения, да, то есть, вести себя с ним, может быть, более открыто, то есть, ну, не конфликтовать, да, не обострять ситуацию, если можно так вот выразиться, но при этом говорить о том, чего вы хотите, ну, довольно строго, да, то есть, пленоправленно говорить о том, о том, чего вы хотите, о том, в чем вы нуждаетесь, вот, и, соответственно, предлагать мужчине, как бы, решить этот вопрос самостоятельно, то есть, либо он решает его, этот вопрос, либо он его, соответственно, не решает, и, если мужчина этот вопрос решить, ну, не может, то, соответственно, вы можете в свою очередь поставить его перед фактом, то есть, я с тобой, я с тобой несчастлива, как бы, я не получаю того, что я хочу, значит, соответственно, либо ты говоришь, в чем дело, да, либо мы с тобой, наверное, расходимся, потому что, ну, я же несчастлива, это вот, значит, такое вот, на мой взгляд, ну, справедливое поведение, на мой взгляд, такой справедливый подход к решению проблемы, именно ваших, вот. Что еще можно добавить, потому что я уже сказал, вот вы пишите, что я думал, что он будет ко мне внимателем, а он ведет себя, как будто ничего не произошло. Опять же, опять же, вы не пишите о таких важных моментах, как то, сколько времени, например, вы пребывали в этом состоянии, в состоянии обиды, в состоянии какого-то, ну, в состоянии какой-то, там, например, ну, например, в состоянии боли, вы не пишите об этом, вы не описываете то, вот сколько времени вы в этом состоянии пребывали. Конкретно сколько. Потому что, понимаете, у мужчины нет стимула по вашему описанию, у мужчины просто-напросто нет стимула для того, чтобы что-то для вас делать. То есть, ну, более внимательно относиться к вам, как вы говорите. Ох ты. То есть, зачем, мужчине относиться к вам более внимательно, лучше, да, если и так, как бы, вы его простили. Причем, простили сами. Да, то есть, без его, как бы, действий, без его усилий, без его участия в этом. Вот. И это вот тоже момент. Почему вы ожидали, что он будет более внимателен? О чем основывается ваше ожидание такое, да, то есть, откуда вы это взяли? вот. Тут вот тоже важный момент, да. Он ведет себя так, как будто ничего не произошло, но зачем ему, зачем ему вести себя иначе? Как бы, для чего ему вести себя иначе? Знаете, ведь для этого нужен мотив ему. Мужчина не будет ничего делать, если нет мотива, нет стимула. Вот. Я вызывал его на откровенные беседы, говорил, что мне не хватает его внимания, что как женщина я несчастна. Вы здесь получается как, вы его сами прощаете, да, сами прощаете его, и сами же от него что-то требовать. Это вот ваш мужчина, он явно не настроен на то, чтобы разговаривать, да, то есть для него откровенно разговоры это проблема. Я не знаю, может быть только это с вами так, но проблема. Соответственно, если вы хотите с ним сохранить семью, да, то нужно самостоятельно как-то анализировать, смотреть, изучать реакции мужчины, его поведение, его мимику, оккупантами, мимику, жесты, вот, взгляд, что, наверное, за столько времени местного проживания вы изучили, да, и уже опираться на это. Ну, бывают такие мужчины, которые не готовы разговаривать, размазывать кашу по столу, как говорится, да, вот, бывают такие мужчины, и от этого никуда не деться, если вы выбрали такого, такого человека, да, то тут уже его нужно принимать, тем более, если вы простили его, ну, если вы простили ему измену. С другой стороны, если он таким был не всегда, то тут уже надо смотреть момент, да, с которого он перестал быть таким, каким был раньше, то тут нужно анализировать, что повлияло, и уже свое поведение устраивать, исходя из этого, исходя из данного факта, как бы, понимаете? Какая штука. Вот, значит, смотрите, смотрите, давайте мы с вами пойдем дальше, сейчас. однажды мне удалось, нам удалось откровенно поговорить, и он признался, что я ему не безразлично, что он чувствует свою вину и сожалеет о том, что произошло. неудача, но неудача, во-первых, тут, конечно, момент какой, во-первых, как вы его вытащили на разговор, то есть, что на это повлияло, да, это первое, второе, ну, если он чувствует вину, такую, вот, сильную, да, вину, проявляется это как? Знаете, если это вообще никак не проявляется его вина, то еще не так, что он с вами честным был, ну, просто не так, если это никак не проявляется. А если это все-таки как-то проявляется, да, если это все-таки как-то видно, да, видно по человеку, ну, тогда непонятно, опять же, почему вы его сами простили. Вы знаете, характер вашего взаимодействия между друг другом, он такой, что гадится, что вы гадите на своей волне. У вас свой мир какой-то, в котором вы живете, вот, у него свой мир, в котором мужчина живет, как бы, вот, и все. И где-то там, где-то там, на, ну, как бы, на границе восприятия, на границе перцепции, как бы, есть ребенок, который вас объединяет, и все. То есть, ну, доверие как-то нужно выстраивать, знаете, тут не словами делают мужчины, многие мужчины слов вообще не понимают, многие мужчины видят только действие и, как бы, внимание свое обращают, опять же, именно только на действие, да, то есть, не на слова, а на действие. Тем более, если эти слова получат от женщины, к сожалению, да, вот, значит, у него нет тех чувств ко мне, страсть, желание, которые были разочи, так, правильно, если нет чувства и желания, то нужно, это как бы, разнообразие, то вы видите, что вам не хватает внимания, нужно как-то работать над своим имиджем, нужно понять, что мужчина привлекает, пробовать одно, другое, третье, смотреть, на что он обращает внимание, на что нет, и так далее, в сексе тоже какие-то моменты пробовать, может быть, более, более, не знаю, вызывающийся, деваться, например, может быть, давать поводы для ревности, ну, шпочек, конечно, не сейчас, и так далее, то есть, чего у нас любовница получала вообще? Может быть, ну, в конце концов, если вы его просили, да, если вы об этом разговариваете, ну, найдите фотографию любовницы, набрите, что он не нашел, чего не хватает для мужчины, вот, потому, получается, так осталось, что вы простили его, и давай к нему с претензиями, как бы, вот, ну, если вы сами простили его, понимаете, претензиями, то претензии, как я уже говорил, не очень уместны, вот, не потому, что они неправомерны, да, а потому, что, как бы, ну, мужчина-то, он ничего не делал, его-то все устраивало, планы вроде как, зато вы его простили, это ваш выбор, вот, если только после измены вы заговорили об отношениях, причем об его отношении к себе, хотя изменил он, то это вот создает неможой диссонанс, понимаете, вот, дальше, вы пишете о том, что, ага, Машеб, вам кажется, что он выбрал семью из-за дочери, любит ее очень сильно, а то, что он вам вот, сказал по поводу, того, что, ну, что вы ему не безразличны, это как, вы как-то вот, об этом забываете, как будто, непонятно, почему вам так кажется, вот, если его тянет любовница, то же у нас должны быть какие-то проявления, вот, значит, я его об этом спросил, он сказал, что думал об этом, причем к выводу, что никто мою дочь не будет любить себя, как я, не очень понятно, его сразу, вы его спрашиваете, про любовницу вроде как, а он говорит про дочь, то есть дочь вообще выступает как аргумент, вот, вообще дочь, она, достойна, того, чтобы на нее, такая, ответственность возлагалась, ребенок будет, с чувством вины, расти, я сказал, что мне хотелось бы, сохранить нашу семью, зачем, для чего тут, зачем он, сохранять семью, если вы его любите, мужчину, делайте для него, что он, зачем, сохранять семью, и вернуть к нее нормальные отношения, я хочу, а он быстро разберется в себе, и решает, решить, что он хочет, вот он и решил, что он хочет уже, он вам изменял, изменял, разве нет, он считает, что вы хорошая жена, и что вы, как бы, ему, не дадите, ну вот, не дадите ему, того, в чем он, нуждается, да, вот, ну не дадите, не можете этого ему дать, вот, и, как бы, все, в этом вот, момент, что, понимаете, вы на него, на мужчину, ответственность возлагается, то есть, по сути, ничего не меняется, как ваши действия, говорят, я хочу вернуть, ну так, попробуйте вернуть, конкретные действия, это нужно принимать, или нет, знаете, какая штука, ну вот, я вас не обвиняю, на самом деле, я просто хотел бы, чтобы вы понимали, как обстоят дела, реально, по факту, знаете, ну вот, и все, как бы, вот, ну, в принципе, я надеюсь, что ответил на ваших вопросах, вот, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, еще, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, и удачи!